здравствуйте дорогие друзья коллеги у нас сегодня такая необычная техника она не новая но в моем профиле и еще не было поэтому решила восполнить пробел а вдруг вы не знаете как это делается я вас научу у нас есть две заготовки два кругляша контурный айсинг белый бежевый айсинг для заливки и нам потребуется потом очень-очень густой коричневый я вам покажу потом для чего он нам нужен я наношу контур и заливаем серединке первый этап достаточно простой и отправляем пряники сушиться заготовки просохли и теперь я буду использовать коричневый цвет и мастихин коричневый цвет достаточно густой я его поместила в корнет для удобства и очень таким толстым слоем наношу на край пряника это можно делать даже если у вас айсинг находится в допустим в стаканчике не обязательно его класть в корнет просто в корнет мне удобней если будете делать такой эффект эффект дерево спила выравниваете жесткий айсинг горизонтально да не уносите его вверх не уносить его вниз и вот я сейчас делала ошибку немножко увела вниз и получается айсинг будет лежать неровно нам это не нужно видите можно здесь также зачистить заровнять и вот такими отрывистыми движениями чтобы с этой стороны была свободная часть чтобы у нас айсинг не выступал за пределы пряника а с этой стороны с лицевой можно делать вот такие вот части до хвостики чтобы торчали вы потом увидите что когда мы сделаем затирку пряника он станет очень таким реалистичным спилом айсинг здесь нужно использовать довольно густой можно делать даже более темного цвета лишние части которые прям сильно лишние они у нас сонос пилец и вот эти вот хвостики которые сейчас кажутся достаточно хрупкими они тоже потом уйдут я тоже самое делаю и с этим пряничком заготовка подсохла и вот чтобы создать эффект вот такого спила нам потребуется обычная терка важно чтобы ваш пряник очень хорошо просох берем терочку и аккуратно подпиливаем лишние элементы если у вас начнется вот видите сходить айсинг это нормально то есть если вы его подпилить и ничего страшного в этом нет мы все равно потом будем создавать эффект древесины как на первом прянике и какие-то лишние элементы если они у нас есть и выпирают они у нас просто спилятся поверхность которую мы создали с помощью густого айсинга мы затемним и у нас визуально получится интересный эффект спила дерево я беру обычную кисточку пока что не веерообразную обычно и создаю коль кольца при спиле дерево слегка теперь беру веерообразную кисть небольшое количество краски и обязательно разбавьте ее водой и теперь можно уже вокруг создавать круги если захотите сделать серединку со спилами более интенсивно вы можете это сделать уже обычной кисточкой это будет более аккуратно точечно а сейчас мы проходимся по краю дерева кора тоже бывает разная внешняя часть она обычно темнее вот у меня тут элементы которые подпилила они у нас откалываются это не страшно оставляем то что остается соответственно внешнюю часть уводим в темное затемняем я все-таки сделаю круги более интенсивными после того как они слегка просохнут можно будет их чуть-чуть по ним пройтись такой влажной кистью и сгладить вот эту вот насыщенность ну а в целом если вам хочется иметь эффект спила дерева чтобы были кольца видны то вы можете просто их создавать и ничего страшного некоторые вообще не не тонирует вот эту светлую часть оставляют ее светлой но делается такой пряник довольно просто куда можно использовать такие пряники раньше но я думаю что и сейчас тоже популярна тема рустик и было очень много свадеб на тему рустик и вот спил сердечки и сердечки кстати тоже можно делать да в виде спила именно такая техника была популярна ну и если у вас какая-то специфическая какой-то специфический заказ папе который допустим там любит работать с деревом или человеку чья профессия связана с деревом то такие пряники я думаю будут уместны и актуальны вот такая вот необычная заготовка требующая вашей фантазии чтобы завершить ее максимально круто